Everybody dance now! Что? Вагерная выставка. Посмотрите, какие чудесные. Там, в Америке, какие чудесные люди. Стекловатой не было в нижнем бельне, честно скажу. Что является черным пиаром? Я, в общем, нетрадиционная ориентация женщина. Что является белым пиаром? Кожанки все на... Косухи, да. Что является просто привлечением внимания к себе? Снять свои клены, надеть на себя вот такую шляпу. Чем больше у вас завистников, тем больше вы на своем месте. Представляем! Поехали! Спасибо вам, люди добрые, что помните обо мне. Значит, я живая и значит, я впереди. Привет, дорогие друзья! С вами шоу о позитивной психологии Толстая Live. Все будет окей. Сегодня мы с вами поговорим о сплетнях и как извлечь из них пользу. Ну что, друзья, сегодня поговорим о сплетнях. Психологи утверждают, что это новый вид коммуникации. И чем изысканнее сплетня, тем первее канал. Чем отличается сплетня от простого обсуждения? Тем, что сидят двое и высасывают из пальца неизвестно что. Что-то недослышал, что-то допридумывал, а что-то просто от скуки рассказал. Анекдот почему-то вспомнился, когда сидят бабушки, торгуют семечками. Подъезжает карета, из нее выходит Пушкин. Тут лужа, он наступает в лужу. Одна бабушка другой говорит, приехал Пушкин, наступил в лужу. И баба его наступила. Грязные такие. Вторая другой передает. Приехал Пушкин, наступил в лужу. Видимо, пьяный был. Третья, четвертый передает. Приехал пьяный Пушкин, вывалился из кареты и вместе с ним бабы. Совершенно пьяные. Девяносто девятый, сотый. Слыхала новость. Говорит, какую? Да, гоголь с дерева упал. То есть, когда сплетня передается из уст в устав, совсем в конце очереди будет совершенно, возможно, другой исход. И вот та сплетня уже может быть опасной. Такой опасной. Точно так же, как травмы от автомобиля. Это душевные травмы. Это бессонные ночи. Это невозможность каким-то образом реагировать. Итак, дорогие друзья, из сплетен тоже можно выжимать ливанат. Вариантов реакции на сплетни очень много. Их можно по первому времени даже немножечко поподдерживать. Поразжигать костер, не отвечая на вопросы, не давая никаких комментариев. Так очень часто поступают звезды. Поймите, если вы никому не интересны, то о вас и разговаривать никто не будет. Если люди начинают изобретать что-то, внимательно в лупу рассмотрите, что они изобретают и отсортируйте. Что является распространением правды, что является черным пиаром, что является белым пиаром, что является просто привлечением внимания к себе, а не к вам. Самое обидное для тех, кто плетет козни, это полный игнор. Такое впечатление, что человек не спал ночами, придумывал стратегию, как бы вам напакостить. Иногда бывает такое, что вот на прием приходят актеры и рассказывают, что мне в интернете три человека написали о том, что я не могу петь, я больше не буду заниматься вокалом. Что? Что? Кто эти люди? Ты не видел их фотографии, ты не знаешь, какой у них анамнез. Да это может быть просто люди твоих конкурентов, которые просто пишут тарабачину на заказ за 16 копеек. Зачем ты думаешь об этом? Кто эти люди? Пусть сначала они будут авторитетом для тебя, а после этого ты начинай переживать. Вы можете просто напрямую сказать человеку, я вижу, что ты делаешь, надеюсь, ты хотя бы получил удовольствие от этого. Или спасибо большое, ко мне такого внимания в течение недели не было никогда в жизни. Ни в коем случае не вступать в конфронтации, не бить правдой маткой, потому что абсолютно со всеми людьми вы не сможете поговорить. И как только вы начнете оправдываться, вас все равно будут обсуждать. Только теперь не с интересом, а с сожалением, а иногда и с осуждением. Ни в коем случае не отвечайте той же самой монетой. Если про вас распространяют какие-то слухи, не нужно сочинять, а знаете почему он так сказал? Да потому что у него вот это, вот это и вот это. Сами превращайтесь просто в сопливых детей в песочнице. Есть отдельная категория людей, которые начинают жаловаться на сплетников. Они привлекают к себе таким образом внимание. Вот только зацепились, вот стоит ноготку увязнуть, сплетник только-только начал сочинять про них какие-то небылицы, и тут они начинают говорить, вот этот Иван Петрович делает вот это и вот это. Это меня оскорбляет, это меня обижает. А еще мы очень часто надумываем и приписываем другим людям отрицательные эмоции и негатив. Когда-то мой папа говорил, что люди зря не скажут. Иногда нужно прислушаться к тому, что люди разговаривают. А если вы приписываете отрицательные нотки, вспоминается очередной анекдот, когда идут Винни-Пух с пятачком по лесу. Идут, молчат, вдруг ни с того ни с сего Винни-Пух, как дал пендель! Пятачок улетел в кусты, выходит оттуда, с колючки с себя листья оббирает, говорит, мне ни за что. Он говорит, идешь, свинья, всякую фигню про меня думаешь. Иногда мы думаем, что люди думают о нас плохо, а они вообще не помнят о нас. Если вы думаете, что у сплетен нет пользы, вы глубоко ошибаетесь. Потому что для того, чтобы привлечь к себе внимание, вам надо будет очень сильно потрудиться. Сначала придумать концепцию, да еще и потратить денег. Многие наши звезды, когда о них забывают, придумывают себе, кто на ком женится. Или голуби они сизокрылые, или кто кого побил. Потому что кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. И поэтому каждый придумывает себе какой-нибудь порог. Каждый придумывает какие-то разборки. Потому что если семья счастливая, ну что про них разговаривать? А тут ни с того ни с сего приходит группа товарищей, которым некогда заниматься собой. Они занимаются тобой. Спасибо вам, люди добрые, что помните обо мне. Значит, я живая и значит, я впереди. Ну что, друзья, пришло время отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое, что пишете в группу Толстая Live. Все будет окей. Я отвечаю по мере силы. Вот на сегодня нашу тему Марина, 38 лет, спрашивает. «Было пару раз, что на работе захожу в кабинет и при мне сразу все затихают. Не знаю, как реагировать. Спросить напрямую стесняюсь, что делать». Вот в основном условии стесняюсь. Не надо стесняться. Нужно сказать, друзья, я хочу участвовать в беседе. Вы прекращаете, потому что вы говорили обо мне. Вы не хотите, чтобы я что-то знала. Скажите мне, и мне будет намного легче, чтобы я не сочиняла ненужного. Потому что если вы не спросите прямым текстом, вы сама себе надумаете кучу проблем. Вы сама придумаете интонации этим людям. Вы придумаете, о чем они говорили, и обидитесь точно, как в том анекдоте. Идите лесом со своим паяльником. Второй вопрос. Евгения, 47 лет, спрашивает. «Моя 15-летняя дочь пришла домой в слезах. Вся школа говорит о ее романе, которого и в помине не было. Идти со всей школой разбираться я не могу. Что ей посоветовать?» «Ну, во-первых, со школой разбираться точно не нужно. Если хотите донести до сведения, поставьте в соцсетях или дайте ей большой красный значок, на котором напишите. «Романа с Сидоровым пока не было. Осечка». Тоже вариант. То есть, почему она так реагирует? Или ей нравится этот мальчик, и поэтому она так бурно воспринимает это все. Потому что, когда тощие девочки говорят, что она жиробасина, она только посмеется в ответ. Когда человеку, у которого две ноги, говорят, что у него их четыре, он тоже только улыбнется. Получается, что именно это задевает за живое. Значит, в 15 лет человек еще не адаптировался к тому, что могут быть удары судьбы. Обрастать панцирем надо и давать ответ. Отпор. Нужно научиться давать отпор с юмором. Поучиться, может быть, у звезд наших эстрады. Я представляю, как бы рдала Оля Бузова от того, что в очередной раз ей сказали, что она с кем-то там закрутила бурный роман. Она скажет «Да, может быть, я не помню». Вопрос третий. Татьяна спрашивает. Всегда чувствую себя неловко, когда при мне подруги обсуждают знакомых. Сижу, молчу. Не знаю, принимать участие в разговоре или нет. Но ориентируйтесь по ситуации. Не принимать участие в разговоре – это, знаете, как будто вы лазутчик в стане врага. Ни в коем случае. Чувствуете, как вы сейчас чувствуете, то и говорите. Никогда не подстраивайтесь. И если не хотите обсуждать общих знакомых, не обсуждайте. Да прямым текстом скажите «Мне неприятно». Вот и все. Зачем вы промалчиваете? Не понимаю. Что, дорогие друзья, здесь, на Патриашек, в Кудах, 10, богемная выставка. Посмотрите, какие чудесные. Там, во-первых, какие чудесные люди. Вообще, как там креативное. Что здесь происходит? Показывают разные дизайнеры свои круизные коллекции. Что-нибудь интересное, но я вам сегодня покажу. Друзья сплетни были и будут всегда. Нужно адекватно на них реагировать и выжимать из них лимонад. Скажите, как вы живете? Очень хорошо. Да. Сплетничайте, потому что это движение, это жизнь. Энергию все мне, мне, мне. Люди должны понимать, почему они в этом говорят. К сожалению, я живу в них уже два года. Мы с собой заняться. Плохое, хорошее, но все понятно. Каждый из нас предпочел бы, чтобы правду нам сказали в лицо. Я проводила специальный опрос и практически каждый ставил правду на 18 место по степени важности. Но все же, если сплетничаю за спиной, это пренеприятнейшее ощущение. Друзья, сегодня у меня в гостях королева, российская королева блюза Виктория Пьер Мари. Виктория Пьер Мари. Певица, актриса, режиссер-постановщик шоу-программ, обладательница титула Российская королева блюза, солистка мюзиклов «Чикаго» и «We Will Rock You», обладательница Ордена Кавалера Искусств за вклад в развитие культуры страны, солистка и основатель коллектива «Пьер Мари Бенд». Слышала смешную историю, что тебя кто-то перековеркал и назвал тебя Виктория Пьер Ришар. Постоянно у меня ведущие, они из Пьеров знают только Ришара, соответственно, когда надо сказать «Виктория Пьер Мари» в нужные самые... Ты уже спокойно и ровно просто поправляешь все. Как же ты все-таки сохранилась блюзовым лучом в попсовом царстве? Все, к чему я прикасаюсь, превращается в блюз и в джаз. There is nowhere like home, every leaf on a tree, every drop on the river, and so fresh is the rain, and we choose one again, and it just makes me stronger, yes, I am really belong here. Так звучит Александр Пахмутов. Попавла под Пьер Мари, да. А рэп-группа это что такое в твоей жизни? Ооо, я искала себя в творчестве. И вот это попался мой первый коллектив, музыкальный MC Павлов. Я была солисткой этого рэп-коллектива и пела... Everybody dance now! Принято, классика. Спасибо большое, спасибо. Дальше я перешла просто на какую-то эстраду, любила рок, была страшной байкершей, с рокерами болталась по разным рок-клубам. Косухи, да, мотоциклы, катание по Европе вместе с байкерами. А у тебя татухи есть, честно? Нет. Ну хоть маханка? Нет. Мне всегда говорили о том, что тату это признак твоего внешнего выделения из толпы. Мне показалось, что... Ты знаешь, чем выделяться другим, да? Поняла, у нас... Серым веществом. И не только... О, кстати, про серые веществы. Я знаю, что у тебя куча образований. Одно из самых странных образований у меня это... Психотерапевт в области криминалистики. Феерично! Когда ты успела туда сходить и мимо меня все прошло? Всю жизнь обожала криминалистические жанры и всегда любила ребусы, загадки. Это, помимо музыкально-культурного образования, я вот имею такой диплом. И, в общем-то, он мне очень здорово помогает. Какую часть жизни ты это умудрилась сделать? Ну, это было много лет назад, и у меня был непростой период жизни. Я была такой бандиткой, хулиганкой во дворе. Хотела сказать, ты в Пятачину-то зарядишь, если что? Конечно, у меня вся жизнь борьба. Знаю историю с Филиппом Киркоровым, когда однажды ты была где-то там, даже не в России, да? И он тебе позвонил и сказал, здравствуйте, это Филипп Киркоров, у меня Чеха. Я чуть со стула не упала, да. Прям по молекулам расскажи вот эту историю, потому что правда интересно. Ну, я была только новичком на эстраде и топтала свои первые тропинки в области эстрады. Естественно, в таком положении, чтобы тебе лично в карман позвонил Киркоров, это из области фантастики было. А они с Аллой Борисовны продюсировали, да, Чикаго? Продюсировали, и тогда был большой звездный состав. Ту роль, которую я потом исполняла, пела Лолита Милявска, с нами был Аркадий Укупник. А ты играла маму? Мортон. Мортон, да. Сам формат музыки в этом мюзикле был именно джазовый. И кто может петь лучше джаз, чем человек с корнями африканца? И Филипп позвонил мне, я такая думала, что это шутка вообще. Сказал, вы могли бы выучить роль за один месяц? Я говорю, ну я постараюсь. Я так хотела влиться в этот коллектив, что быстро, не спав ночи и дни, выучила роль за 10 дней. Стекловато не было в нижнем белье, честно скажи? Были отрезаны корсеты, у меня была такая сексуальная часть. Я выходила в мужском костюме, а внизу был женский комбинезон корсет. И вот он у меня на одной, перед одним из выходов был порезан пополам. Пошла на распашку в пиджаке, одела бытовой бейсгальтер, потому что нужно было, чтобы он был черный по дресс-коду спектакля. И вышла в народ, и аплодисменты были не меньше. И я прочитала сзади у меня, мои коллеги, лица, те, кто был причастен к этой истории. В этих лицах я сразу все прочитала. Слезы это вообще не про меня. Потому что Москва слезам не верит, а я коренная москвичка, не понаслышке знаю, что такое отстаивать свои права. Сплетни были? Вокруг тебя же наверняка была куча. К чему были? Они и есть прям в эту минуту, когда мы с тобой здесь. Вот самое бредовое, что про тебя придумывали? Ну сплетни бредовые, то что я, в общем, нетрадиционная ориентация женщина. Меня всегда окружали очень красивые мужчины. И это всегда не давало покоя... Группе товарищей. Группе, да, да, товарищей наблюдателей у подъезда на лавочке. И они всегда думали, что как я расстаюсь с такими красавцами. И этому причина как раз то, что меня не могут никак унять красавцы, именно потому что я очень страдаю по женщинам, понимаете? Как относишься к сплетням вообще? Во-первых, сплетничают завистники. А завистник это как болотная пиявка. Очень полезный в мире, это в природе очень полезный элемент. Потому что пиявка, она отражает твое больное место. Ну и высасывать ненужное. Высасывать ненужное, конечно. Вот тебе пишет какой-то гоблин в интернете. Маникюра у тебя нет, корни у тебя не прокрашены, седая у тебя волосина, взяла ты... Ну, значит, это все есть. Это же лишь повод увидеть это в зеркале и отобразить эти недостатки. Ты не заморочишься, ты пойдешь быстренько сделаешь маникюр и покрасишься. Завистник это всегда очень прекрасный твой культурный воспитатель эстетический. А если прям художественный чё, вот если прям вот брехня? Как правило, у жизни есть такая установка. Брешут, как правило, друзья. Завистник, он всегда очень объективен, потому что он на тебе выискивает твои истинные недостатки. Поэтому, чем больше у вас завистников, тем больше вы на своем месте. Это значит, что вы заметное явление в природе. Вас видят, о вас говорят, о вас судачат. Вы никому, кому-то не даете покоя. Это же прекрасно. Ну, не бывает такого, чтобы ты все время на пирожное такая, все время в хорошем настроении. Конечно. И артист тоже грустит часто. Ну, вот ты пришла, ножку подволакиваем, устала. Конечно, у меня бывает и плохое настроение, я и выхожу из себя. А гнев прям конкретный. Бывает и гнев. Это сразу расступить с земля. Идет. Кинг-Конг идет. В этот момент ко мне лучше не попадаться под ноги, потому что я очень грозный человек. Во-первых, потому что я не говорю того, что я не сделаю. Все, что я скажу, я обязательно сделаю. Кто-то хаманул по дороге. Получил в рог сразу. Да. А тебе выходить и тебе к людям. Как ты быстро трансформируешь минус в плюс? Часто кривляюсь и тем самым себя смешу. Сделайте это в зеркало, когда человек себя видит. Его пассивное лицо всегда вызовет иронию и улыбку. Наши мышцы напоминают улыбку и мы приходим в хорошем состоянии. Попробуйте подойти к зеркалу и начать петь даже грустную песню, если вам грустно. Вы поймете через пять минут, что ваше настроение подняло градус. Когда ты себя полюбила? Любовь к себе у меня родители с детства прививали с самого детства. Моя любовь к себе никак не связана с моими габаритами, красотами, внешним видом. Моя любовь к себе связана с моим внутренним миром. Что там у тебя в внутреннем мире? В мире есть моя бабушка Валентина Хапапорт, которая была кандидатом философских наук. Родители врачи-хирурги, помните? Вся семья врачи, да. У нас в доме всегда царила любовь и толерантность. Потому что под одной крышей жили люди разных религиозных конфессий. Один мусульманин, другой иудей, православный, католик. Понимаем мы, что мусульманины, человек мусульманин, он всегда патриархат такой, да, держит в любой семье. И женщина молчит. И что, прям евреечка, бабушка, прям строилась? У нас в такой семье никогда такого не было, я наоборот подчеркиваю. Мусульманин отец был очень... Построили наши женщины его, да? Все были взаимопритягательны. Эта любовь, она передавалась с детства и напитывала меня. Сейчас самые близкие, кто с тобой? Вот самые те, кто могут исправить и испортить тебе настроение. Кто ближе всего к тебе стоит? Я убежденно холостячка. Замуж я не собираюсь. Ну вот, по крайней мере, на сегодняшний день. Но, разумеется, у королевы есть свои поклонники. Фавориты. Фавориты. В настоящее время один из таких фаворитов проходит, так сказать, тест на прочность кузова и всех остальных частей. Ну, в первую очередь, конечно, его мужской стержень. Я имею в виду не биологический, а духовный. И хотелось бы, да. Стержни бывают разные, и все нас интересуют. Потому что одного духовного стержня недостаточно в нашем прекрасном возрасте. Безусловно. Что тебя радует вообще в этой жизни? Меня радует человеческая забота о тебе. Потому что я считаю, что все, что материальное, когда тебе приходят и дарят дорогое кольцо, это заплатили. Это просто такой, скажем, такой жест. Откупились. Откупились, да. А когда о тебе позаботились, когда ты можешь войти в дом, а тебе кто-то приготовил ужин, ты приходишь, он говорит, а ты знаешь, я знал, что тебе будет некогда, я тебе машину помыл. Но разве это не стоит дорогого? Ну, я знаю, что ты продюсер очень многих проектов. Где мы тебя можем увидеть на сцене? Вот как раз совсем очень скоро, 18 апреля, пройдет в городе Подольск во Дворце культуры прекрасный музыкальный в джазовом ключе спектакль называется «Осторожно, женщина». Я сама его спродюсировала и поставила как режиссер. А ты, актриса, вот смотри, вот мы нарисуем такой с тобой этюд. Через 20 лет где ты, что ты, как ты представляешь себя? Какой ты хочешь быть или какой ты будешь? Ну, я где-нибудь в районе Китая города, в кабинете министра культуры. Прекрасно. Прекрасно, да? Да. Ну, еще думала, может быть, как-то так стать королевой Камеру, может быть, так как-то завоевать все-таки родину своих предков. Тоже было бы неплохо. В общем, у меня вот есть выбор такой. Мне хотелось бы что-то сделать полезное для страны. Угу. Сейчас период, когда люди немножко разбросаны и не знают, где черпать любовь, духовность, культуру, воспитание, этику, эстетику, все то, что держит цивилизованное общество. И, безусловно, моя задача как человека образованного и человека культурного, в первую очередь, хотелось бы распространять эти истоки культуры по всей стране. Дорогая моя, ну не знаю, доберусь ли я до Подольска, но уже сегодня могу вот эти весенние цветы подарить тебе, как своей подруге, как замечательному человеку и поклоннику твоего творчества. Это для себя. Спасибо. Спасибо, дорогая моя. Ну вот и все на сегодня. И не обращайте внимание на то, что говорят у вас за спиной. Наслаждайтесь тем, что вы впереди. Увидимся ровно через неделю. Всем любви и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...